Научный сотрудник Сочинского художественного музея не только интересуется искусством, но и активно занимается спортом. Привлечь к бегу как можно больше людей, вне зависимости от физических возможностей, Сергей планирует через социальный, спортивный и инклюзивный проект «Марафон в темноте». Он позволяет создавать пары, спортсмен с ограничениями по здоровью и волонтер. В качестве добровольца может выступать родственник, друг или любой желающий, который поможет слабовидящему бегать и достигать спортивных результатов. «Марафон в темноте» позволяет даже слепому заниматься беговым спортом, но и не только бегом, так же и велоспортом, и плаванием. Принцип в том, что человек бежит в так называемой паросвязке. Делается восьмерка, петля, и одной рукой слепой, допустим, держится, и бегун-лидер, кто проходит небольшие курсы обучения и знают некие нюансы и специфику бега слепых, слабовидящих. Также есть возможность у слабовидящих бегать за лидером, бегуном, который бежит впереди. Сергей смутно видит очертания предметов, поэтому уже самостоятельно преодолевает 12-километровую дистанцию, дальше только с помощником. Такие тандемы позволят не только сблизить людей, но и сделают спорт доступным. О проекте Сергей узнал через социальные странички в интернете, связался с организаторами проекта и предложил внедрить такой полезный для общества любительский адаптивный спорт в Сочи. Идею сразу подхватили, осталось за малым, но особо значимым – найти желающих. Особой подготовки для занятий не требуется, нужны только кроссовки и позитивное настроение, говорит Сергей. Собирайтесь, как я обычно говорю, ищите кроссовки, ищите время и связывайтесь со мной, будем вместе бегать. Найдем всех желающих, кто будет помогать, волонтеров, бегунов. Все получится, потому что спорт, хорошая компания, свежий воздух очень хорошо влияет на человека, на его самочувствие. Благо, проводить занятия есть, где набережные, школьные стадионы, Олимпийский парк, которые доступны круглый год. Благодаря краевой программе «Доступная среда» все эти объекты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Узнать все подробности проекта «Марафон в темноте» можно, связавшись с Сергеем по телефону или по электронной почте, которые вы видите на экране. Что же касается слабовидящих, они могут обратиться в нашу редакцию по телефону 264-1501.